Всем привет! Хотя вы знаете, так странно, я с вами здороваюсь каждый раз. Надо менять приветствие. В одном ролике говорить «Здравствуйте, желаю», в другом говорить «Ну что ж, дорогие друзья, приветики», потом говорить «Еще что-нибудь». Но в этом ролике «Здравствуйте» и «Приветствия» не самое главное. Самый главный рецепт, о котором я вам сегодня расскажу и покажу заодно. У меня здесь крылья. Значит, смотрите, из чего у нас состоит крыло. Плечевая кость. И косточка, ой, вернее, часть крыла на двух косточках. Все остальные крылья я уже раздербанил, зачистил. И они у меня, вот смотрите, такое положение приняли. Сейчас я вам покажу, как разделывается крыло и как мы можем получить чупа-чупс. Чупа-чупсы бывают двух типов. Плечевые и, как это называется, из предплечья. Значит, что я делаю. Смотрите, плечевой. Вот этот сустав прилегает туда. Значит, отрезали, надрезали, подрезали. Во французском ресторане, возможно, вот эти все косточки специально обученный человек зачищал бы, шлифовал, шлифовал бы какой-нибудь маленькой терочкой, еще чем-нибудь. В нашем случае, в домашнем, и так заморочки достаточно, поэтому не будем зачищать кости от прилегающего там к ним местами мяска. Просто-напросто подрезаем верхние части и начинаем вот обратной стороной ножа вот таким образом стягивать. Выворачиваем. Выворачиваем вот сюда вот косточку и смотрим, трогаем пальцем вот здесь, смотрим, далеко ли у нас находится сустав. Если далеко, то можно немножко подрезать, подскрести. Нам нужно что сделать? Нужно, чтобы во время обжаривания или запекания у нас не оставалось вот это место сырым. Поэтому, как только мы стянули до нужного объема, вот так вот вытягиваем, оп, сформировали и поставили чупа-чупс. Вот так делается плечевой чупа-чупс. На двух косточках мы имеем одинаковое состояние крыла, что с этой, с основной стороны, что с этой. Значит, здесь нужно выбрать, используете ли вы толстую косточку или используете тонкую. В случае, когда я делаю плечевые и делаю локтевые, но если у нас, у плеча толстая кость, если у нас нет выбора, то здесь, конечно, я выбираю тоненькую косточку. Подрезаем маленьким ножичком здесь все эти сочленения у обоих косточек. теперь беру и вот таким образом стягиваю мясо. Смотрите, раз. Придерживайте, упирайте в доску и стягивайте мясо два. Аккуратно вот с этого кусочка отрезаем и вот с этим вместе хрящиком. Остальное как бы аккуратненько поджимаем. У нас с этой части, конечно, не получится такого ровненького, как с плечевой, потому что здесь очень много мышц и волокон. Но, тем не менее, мы формируем и оставляем вот такой чупа-чупс. После того, как я все разделал, давайте переходить дальше. Значит, во-первых, нужно расставить все наши чупа-чупсы кверху косточками. Прижать их, чтобы они хорошо стояли у нас на доске. Сделайте так, чтобы между ними было расстояние и соль. Значит, сейчас нужно, чтобы мясо слегка подсолилось. Можно это сделать заранее, пока у вас это все стоит там в холодильнике. Ну, я делаю это перед жаркой. Обязательно перец. Перец, смесь специй, в общем, что хотите. Вот перец и мелкие всякие штуки нужно именно на мясо по причине того, что под панировкой перец и специи гореть не будут. Этим очень часто пренебрегают. Но на мясо реально удобнее всего. Не, можно и в панировку добавить. Но если вы, например, готовите их во фритюре, то в панировку они будут подгорать немножко. Вы понимаете меня, о чем я. Да, я чуть было не забыл. Мы сегодня готовим без фритюра. Духовка. Значит, нижней частью вот так можно потыкать, собрать здесь то, что упало снизу. Для того, чтобы сделать панировку, я взял миндаль. Тут произвольно. Нету никаких-то определенных весов. Миндаль. Я, конечно, понимаю, что в советские времена продуктов на полках не было. И куриные крылышки обваливали только лишь в овсянке. В наше время много всяких интересных и вкусных ингредиентов и элементов. И поэтому панировка может быть интересной и еще и вкусной. Поэтому я и говорю более старшему поколению научитесь мыслить по-новому. Научитесь добавлять в еду изюминку, вкус, интерес. Значит, вот это вкус. Это семечки подсолнечника. Добавляем сюда. Тыквенные семечки. Не стесняемся. Семена горчицы. Просто семена черной горчицы. Их много не надо, потому что острые будут. Вот так вот. Чайную ложку буквально. Обязательно сюда панировочные сухари. Для того, чтобы у нас не только в орехах были запанированы крылья, но и все-таки панировка оставалась панировкой. Вы меня все время спрашиваете, почему у меня такие глаза. Да, я честно сознаюсь. Семена конопли, купленные мной лично, в гипермаркете. Если правоохранительные органы смотрят, то, пожалуйста, это самый настоящий ЗОЖ-продукт, самый вкусный, правильный и замечательный. Я надеюсь, шутка удалась. Значит, добавляем сюда семена конопли. По-приличному так добавляем. Прячу. По вкусу семена конопли, как и все любые семена, только кожица у них довольно грубая, поэтому знаете, может, вот если вы их в чистом виде обжарите и будете есть, хотя у даргинцев же есть казинаки из конопли. Чуть-чуть соли. Я сюда добавлю немного паприки для цвета и для аромата. Как я уже сказал, я это буду делать в духовке, поэтому у меня специи, в отличие от фритюра, гореть не будут. Значит, все это измельчаем. смотрите, какая получается крошка, она разнообразная очень, крупная, мелкая, разная, всякая. но аромат ореховый, вкусный. Так, теперь яйца и мука. Ну, а панировка традиционная, мука, яйцо, ну, в смысле, как традиционное? Нетрадиционное, тоже панировку назвать нельзя. Как она нетрадиционная? Нетрадиционными взглядами на кухню. Вот так вот делаем со всеми остальными. Ставим в духовку на 190 градусов на 15 минут в самый низ и следите, чтобы косточка не горела. эх, так, что имеем? Все, что имеем, все наше. Так, попадали, кто попадал тут? Ну, все равно, хоть и попадал, горячее, хоть и попадал, она как раз выглядит, как чуба-чуба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Палец чуть не обжег. Так берешь, вроде ничего, а как начинаешь держать долго, она начинает это самое, прогреваться. Вот так, ждем 2 минуты. О! Соки подтекли, пригорело. Посмотрите, по идее, вот и по всей своей сути, смотрите, ну, сколько-то вытекло сока, да, сколько-то пригорело. А в итоге воды-то нету. Там этот сочек подтек, вот это вкусный. Вообще, давай, шайтан машина, остывай. масла никакого здесь дополнительного не было, вы уже поняли, да? Корочка, в принципе, хрустящая и ароматная, твердая. Ну что, похоже на чуба-чубс? Да, вот такой получается из крыла. Панировка прикольная. Такая гамма вкусов. И копченая паприка, и соль, и мясо, и миндаль, и семечки, все вместе. Смотрите, как горячее. Смотрите, как блестит мясо. Весь сок внутри. Главное, долго не передерживайте. Сочная очередь. Да и крылья, как они могут быть не сочные. Дополнительный хруст создают как раз семена конопли. Они лопаются. Но тема очень вкусная. Такая забавная. Я люблю всякую гадость собирать со дня противня. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Приятного вам аппетита. Вкусных, удачных выходных, если у вас будут выходные впереди. Ну и соответственно, просто оставайтесь со мной, кайфуйте, готовьте, берите идеи, и делайте свою жизнь вкуснее. пока. Субтитры создавал DimaTorzok